Ну, во-первых, давайте разберёмся с тем, как называются суставы в конечностях тела. Надо сказать, что рука и нога, передняя и задняя лапа, крыло и лаз устроены по одному, единому плану. Этот план лучше знать, тем более, что он не очень сложный. Так, вот сейчас мы нарисуем архетип, то есть общий план строения любой конечности, позвоночного, совершенно любого. Пополняем, вот так все. Так, хорошо. Раз, два, три. Четыре, пять. Вот он общий план со всеми костями, которые входят в состав любой конечности. Ну, давайте для человека поговорим. С этой стороны все будем подписывать для руки, а с этой стороны для ноги. Так что называется. Итак, это у нас рука, а это у нас нога. Во-первых, любая конечность делится на три отдела. Проводим границу. Раз отдел. Два отдел. Они же третий отдел. Третий отдел самый сложный. Он состоит из трех полотделов. Раз под отдел. Два под отдел. Три под отдел. Вот и все. Если это рука, как называется вот этот отдел рука? Вот он. Он, туловище до первого сустава. Плечо. Здесь будем писать номера отдела, именно отдела. Плечо. В руке прошел первый сустав. Сстав, как это называется? Нет, локтевой. Название сустава, это именно прилагательное. Это клоптевой сустав. А вот эта кость, как называется? Кручевая. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не. Не-не-не-не. Плечевая. Плечевая. Через плечо идет плечевая кость. Кость плечевая. Хорошо. Второе отдел. От локтя до кисти. Вот это. Как это называется? Называется отдел. У этой части руки свое название есть. Кисть. Не-не-не-не-не-не-не. Предплеча. Предплеча. Вот эта часть руки называется предплеча. Сейчас увидите, зачем нужно понимать все эти обозначения. Иначе вы будете врать изображение тел животных со страшной силой. Предплеча. Хорошо. Костя. Вот эта парочка. Да, вы, правы. Они называются локтевая и лучевая. Прямо сейчас можно разобраться, кто и не кто. Это несложно сделать. Так? Вот давайте отдельную парочку укрупненному нарисуем. Вот сейчас увидите, насколько неправильно говорить слова больше и меньше в биологии. Вот от этих маленьких кустов дальше пойдет основание ладонька. Согласны? Да. Согласна. Хорошо. 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 Итак, видите, у этой пары костей какая хитрая закономерность. Одна широкая со стороны локтевого сустава, а другая с этой стороны какая? Узенькая. Зато со стороны кисти. За широкая. Прямо наоборот. Согните руку вот так. Вот в этом месте косточку прощупываете. Прямо по коже. Это вот этот локт. Локтевой выступ. Локтевой отросток. Локтевой кости. Вот она. Локтевая. Но в кисти много ли костей опираются именно на локтевую? Нет. На самом деле только один единственный палец. Операция на локтевую. Так. Основание. Только одного. А основание всех остальных пальцев на какую будет операция? На локтевую. Вот она. С стороны локтевого сустава она совсем узенькая. Зато здесь она широчая. А вы пока не знаете, что такое лучше. Когда разберем, что такое лучше, тогда поймите, почему я называю это лучевая. Итак. Хорошо. Теперь. Кто знает, как называется весь вот этот вот отдел? Кисть. Абсолютно верно. Название всего отдела – кисть. Хорошо. Как видите, кисть трехэтажная. Из трехэтажей состоит. В верхнем этаже два слоя костей. В первом слое сколько косточек состоит? Три. В втором? Семь. В втором четыре. Всего семь. Согласны? Да. Называться этот вот отдел будет запястье. Короткие кости запястье. Хорошо. Под запястье начинаются длинные кости, от которых будут брать начало пальцев. Вот это имена отделов и под отделов. А слово «фаланга» что означает? Фаланга – это столовые пальцы. Нет, это не пальцы. Палец – это пальцы, паланга – это паланга. Что такое паланга? Ну, это вот сустав. И не сустав. Это маленькая суставость. Фаланга – это имя и вот этой косточки. И вот этой косточки. Не отделов и не суставы, а именно кости. У каждой паланги есть свой номер. Они у нас, они номерные. Да? Знаете? И вот здесь очень важное понятие, понятие луча. Кто называется «конечность лучом?» Ну, давайте смотреть, как все устроено. Берем, допустим, безымянный палец на нашего тела. Он опирается вот на эту пястную кость. И в его составе три паланга. В результате, смотрите, можно выделить такую синюю линию, которая проходит сквозь кисть. Вот такая линия, состоящая из паюца и пястной кости, не будет называться луч. Сколько лучей в наших конечностях? Пястные линии. Считаем, сколько лучей. А, ну, а большой палец, а ты тоже считаешь? Ну, а как? Это что, не палец? Ну, от пяти лучевой. Конечно, пяти лучевая конечность. Так, пять лучей. Вот они расходятся от луч. Понятно теперь, к чему вот эта поиск лучевая называется? Основные лучи отходят как раз с нее. От лучевой отходит вот только один луч. А вот его считаемые? Ну, а как же, конечно. Его что, нет у вас руки? Нет, но у меня отлучилось. Вот так. Так, вот давайте, чтобы было понятнее, сделаем вот так. Что я сейчас прогрессовал на своей руке? Ага, все кости, кисти. Вот эти вот, коротенькие, что такое? Это кости запястья. Именно запястья образуют подвижный переходник. На запястье кисть может вращаться достаточно свободно. Теперь вот это, что за кусочки? Это пясные кусочки. Они образуют каркас ладони. Так, при этом вот эти четыре пясные сшиты между собой в один пакет. Вот здесь проходит общий связочный пакет. Вот эта четверка сшита. Можете ли вот этой косточкой прошевелить так, чтобы эта не шевелилась? Попробуйте. Какую? Пясная косточка безымянного пальца. Нет? Нет, конечно. Они все вот так пришиты. А первый луч пришит ко второму или нет? Нет. Первый луч – это основание большого пальца. А вот здесь, между первым и вторым лучом, вот этим приборник, стоят не связки, а наоборот мышцы. Вот они. При сокращении, что делает первая луч по отношению к остальному? Отходит в сторону. Поэтому основание большого пальчика может уезжать в сторону от стальной ладони. Зачем это надо? Чтобы хватать. Да, чтобы хватать. Славно. Вот это мы забрали с вами с рукой. На самом деле нога у нас с вами устроена ровно так же. Немножко, не почти, а точно так же. Немножко меняется форма отдельных костей. А все остальное остается абсолютно тем же самым. Смотрим. Первый отдел. Новый я вид сбоку нарисую. Так вот вам удобнее увидеть и понять. Второй отдел. Пошел в третий отдел. Первый его подотдел. Второй подотдел. Третий подотдел. Одеваемся двумя мышцами. Мышцами и положим. Ну и как всегда, на доске, когда рисуешь, очень трудно соблюдать пропорции, потому что весь рисун целиком не виден. Я у этого человека сделал гигантскую стопу при очень короткой остальной ноге. Давайте мы все-таки стопу приведем в пропорциональный порядок. Ну, хорошо. Понятно, что это не стройная женская ножка, а такая крепкая мужская лапа. Но все основные отделы на месте. Первый отдел. Сколько костей всегда в первом отделе? Одна. Второй отдел. Три. Всегда две кости. Третий отдел. Вот он. Только развернутый он не в толь, а в другом 90 градусов. Так? Все те же самые три подотдела. Раз подотдел. Два подотдела. Три подотдела. Как называется первый отдел в ноге? Вот это. Вот он. Бедро. Красиво. Отдел называется бедро. Колено. Это колейный сустав. Вот он. Хорошо. Вот этот отдел как называется? Это бедренная и большая бедренная и магная бедренная. Отдел, не кости. А, микронозный. Вот как, ребята, вы даже не умеете описать свое тело. Ладно, вы животные, но свое-то родное тело. Надо знать, что, как в нем называют. Голень называется это отдел. Берцолы – это имя кости. Отдел – это всегда имя существительное. Если имя прилагательное, то это название – сустава или кости. Так? Хорошо. А этот отдел весь целиком, как он называется? Стопа. Стопа, слава. Не ступня, не паси богу. Ступня – это тыльная поверхность, точнее, нижняя поверхность стопы. Поверхность. А сам отдел называется стопа. Хорошо. Первый пододел – стопы. Обратите внимание, именно на него опирается все тело. Вот эти косточки. На них приходится весь вес вашего тела. Как называется? Это название отдельных костей. А название пододела – предплюсна. Предплюсна. Хорошо. А вот этот пододел – плюсна. Только ударение на «а» делается. И кости, соответственно, будут называться плюсневые. Ну, а это пальцы. Так же, как и на руке, так же, как и на ноге. Этот отдел называется пальцы. Ну, названием плюсневых костей и предплюсневых я вам голову мучить не буду. А вот эти две косточки лучше по именам знать. Большая и малая, берцовая. Ровно по такому плану устроены конечности абсолютно у всех позвоночников. Что с ним может быть? Да? У достаточно многих позвоночников может происходить вот что. Что я сделал на плане строения? Баллы, две за пальцы. Убрал два луча. Сколько лучей осталось? Три. Осталось три луча. От этих лучей остались маленькие косточки в память о том, что их лучи здесь были. То есть, на самом деле, три пальца осталось. У кого из известных вам позвоночных, конечности вот такого типа, потерявшие боковые пальцы. Птица. Кроводки. Крылья птицы. Так? Боковые пальцы утеряны. Лучше всего разведут вот этот, средний пальцы. Так? Значит, ну более или менее раз, это второй луч. Третий луч, но совсем небольшая кровь осталась. Так? Хорошо. А еще у кого? А, нет. Значит, есть еще вот какой вариант? А. А у млекопитающих, у кого-нибудь так есть? Может, так не паётся? А, так не паётся. Зверь известный вам, никогда в голову не паётся? А, нет? Не, не, не. Все лет важны с нами, скорее всего. А, певка? Гнивец. А, да. А, носорог. Значит, дело в том, что носорог – это ближайший родич лошадей, ослов и зефр. Что происходит у лошадей, ослов и зефр? А у них не только вот эти две боковые, два боковых мчащих исчезают, у них исчезают и вот эти. В результате на сколько пальцев опираются лошадь или осёл? На один единственный палец. Носорог опирается на три пальца. Скажите, пожалуйста, чётное или нечётное количество улочек? Не чётное. Не чётное. Поэтому эта группа млекопитающих так и называется – непарно-копытная. Носороги, лошади, опоры на непарное, нечётное количество пальцев. Мальчики, представьте, вы встали вот так на четверике и побежали куда-то, опираясь на кончик последнего пальца. Что с ним случилось? Сломается, расплющится, разорвётся кожа и так далее. Поэтому поверх последнего паланка, что вырастает? Защитный пупляр, который мы как называем? Копытом. Разумеется, кончики пальцев, кончики паланк прикрыты копытом. Вот это – носорог, лошади, осёл. Теперь берём другую команду – бегемоты, свиньи, овцы и быки. У всей этой публики, смотрите, как прошла редукция, сколько лучей осталось? Четыре. Четыре. Это чётное или нечётное использование? Чётное. Парно-копытное. У бегемотов в одинаковой степени разжатся все четыре луча. На каждой пальце кончается копытом, и возникает мощная, похожая на колонну, четырёхпалая лапа с очень короткими пальцами, защищёнными копытцами. Кто такие быки и коровы? Быки и коровы, а заодно свинья. Значит, у свиньи это особенно хорошо видно. Значит, вот свиная ножка. Они иногда продаются в магазинах или где-нибудь на рынках для колонцов. Смотрите, как они устроены. Сколько копыт на свиной ножке? Два. Не, не два. Четыре, правильно. Обратите внимание, вот это два большие несущие копыты, а вот здесь что? Вот это. А это маленькие копытцы. Они на самом деле играют достаточно важную роль. При движении потопки им грунт, по баллу. Вот пока зверь идёт по твёрдой земле, опора вот такая. Всё нормально. А при движении потопки, это пальцы вот так в сторону отставляются, а здесь опорная копытка. Что с площадью опора? Два большая. Возросла проще. А там же будет прям такой вот такой. Значит, да, абсолютно. В результате первая, точнее, средняя, два овоща длинная. Вот такие. Вот они. А крайние два овоща короткие. Значит, у овец, у тела, у коз. Вот эти вот козы стоят совсем коротенькие, сюда переросли. Потому что вот таких копыток у них не только два опорных пальца осталось. Хорошо. О, как всё разобрали. А теперь будет контролька небольшая. То, что я нарисую, вам нарисовать не обязательно. Значит, это будет слишком для вас долго. Да. А вот пока она поднимается, там вот четыре? Вот сейчас мы с вами всё и посмотрим. Сейчас мы по протоколу. Мы же наберем. Подождите. Подождите. Сейчас совсем разберем. Сейчас я сделаю вам быстренько несколько набросок. Ваша задача будет подписать указанную вновь с форматом. Спасибо. Спасибо. Первый набор. Журав, на слухом говоря. Номер один. Номер два. Назвайте это второй набросок. Спасибо. 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 Бортик, стучек, шарик. Номер два. Номер два. Номер два. Номер два. Третий набор. 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 не осмотреть, чтобы украшать о, что мы делаем а там мышц нет там нет ничего съедобного все мышцы только в этой части ноги, а здесь только кожа, кости и сутожилия все, точка здесь категорически нечего поэтому часть просто обрубают то есть волка обстроена нога у птица колено вот оно а вот это длинностопный хорошо, номер два что это за сустав? номер два это лупчезапястный сустав да, лупчезапястный сустав, совершенно верно а где локоть? а локоть вот он вот он, а локоть, вот это предплечья вот это лупчезапястный сустав, отсюда пошла кисть а от кисти отходит тупее слагающий круг принцип, понятен? да хорошо, ну давайте с песком разберемся сначала стат номер два что это такое? номер два это колен голеностоп колено голеностоп передняя лапка мир и мир локтевой локтевой отгибающийся к голове запястье лучше запястье Лучше до персня. А где локтибург? Да вот локтевой сустав. Вот он. У лошади все также. Вот он. Не сообщи. Вот локтевой сустав. Вот он, для перстня. Вот перстня. А где локтевой сустав? Да. Локтевый. Вот лук. Вот плечевой сустав. Номер 3 – это предплюсность. Голеностоп. Сустав называется не предплюсный, а голеностопный сустав. Выбор в том, что вот она здесь находится предплюсность. Вот они больше плюсны, но сустав называется голеностоп. Вопрос, а где колено у собаки? Вот она. Вот бедренная кость. Вот розы, рисуя, большая, малая, берцовая. Вот колено и сустав. А вот это голеностоп. Сколько пальцев на лапе у собаки? 5, но... А, правильно, ногу. Хорошо, собака пробежала по греху. Сколько пальцев? Сколько пальцев подпечатается на 4. Пятый палец, на самом деле это первый луч. Он совсем коротенький, он вот здесь подпишется. И здесь будет повод. В этом же месте, в этом же районе, находится небольшая лысина на лапе. В этом месте шерсть не растет. Вы догадаетесь, что это такое? Пятка. Пятка. Это и есть пятка. Зачем эта система нужна? Все псовые, хищники, преследователи. То есть, есть поговорка русская, волка, ноги, горды. То есть, они загоняют свою добычу. Для этого надо уметь быстро и маневренно и долго бегать. Ну хорошо, бежит зверь с большой скоростью, а дальше ему надо резко развернуться. Что для этого надо сделать? Зацепиться за землю. Зацепиться за землю. Зацепиться за землю. Никогда не видели, как резко тормозит крупная псида. Что он при этом делает? А он садится на попы. Но тормозит он при этом не попы. Это больно и бессмысленно. А чем он тормозит реально? Тормозит. Значит, реально он согнул задние ноги так, что его пятки стали касаться земли, и прибылой палец и прибылой обувь участвуют в торможении. То есть, он тормозит всей поверхности спотой. Так. Примерно так же вокруг кошки. Значит, четыре пальца на нормальной длине плюсневых и пясных, пятая пальца резко укажена. А вот на передней пластике мы все-таки по пять. Что? Нет, все равно четыре. Этим отличаются следы крупного зверья. Ну, вот хорошо. Видите, в грязи след вот такого размера. У нас вопрос не возникнет. А где-нибудь на Дальнем Востоке у Сырисской тайги? Вопрос. Чей след? Медвежий или тигриный? Там есть и медведи, и тигра. Как проще всего? Пальцы считают. У медведя пять, а у тигра четыре. Пятый урон. Вот сюда. Он не касается. Ну уж не говоря о том, что у медведя на следе когти пропечатываются. Хорошо. А у тигра? Нет. Нет? Почему? У всех кошачьих в тяжной когти. Вы совершенно правы. У собачек нет. А у собак не в тяжной. А почему? Потому что они не надо это делать. Почему опять так? Ну, у когти, вы скажете. Классно. Хорошая когти. Земля круглая, даже в голову с круглой. А почему? Одним надо, а другим не надо. Потому что кошки, они лазят по деревьям. Да. И? И они зацепляются. Чем? Когтями. За что? За дерево. За дерево. Соблазно. Собака полезла по дереву, тоже зацепляется когтями. Дворнян, который лезет по дереву. Какая-то такая. Для людей с живым воображением. Можешь представить. Можешь. Ну, поверьте или не поверьте? Нет. А почему не поверьте? А в когте поверьте? Тупые когти. Ага. Зачем когти нужны в собаке? Почему? Это грунтозацепы. Что такое нарезка протектора на колесе автомобиля? Понимаете? Ну, почему? Поверхность одного колеса, как елочка, другого, как змеи. А чтобы вода уходила? Не вода уходила. А чтобы сцепление с грунтом лучше было. Да? Когти для собак – это самая главная грунтозацепа при беге. Если же при этом когт стачивается, то он уступает. Этим когтем уже не больно поработаешь с добычей во время атаки. Ну, и, конечно, не полазишь по деревню. Значит, все кошачья хорошо лазят по деревню и работают лапами во время охоты. Редактор субтитров А.Семкин